Дональда Трампа А по поводу фотографа высказалась еще речи. С какой стати? Разве это ваше дело? Это не ваша территория, это часть западного берега. В Израиле уверены, что это высказывание идет вразрез с политикой Трампа, который гневно осудил принятие Совбеза ООН резолюции о праве Израиля на Иерусалим, заявила израильская сторона. Япония учится у Израиля новым технологиям. Министр науки, технологии и космоса Японии Йосуки Цурухо посетил Технеон, где встретился с руководителями университета, президентом, профессором Перецом Лави и вице-президентом по международным связям профессором Буазом Галани, который рассказал о связях Технеона с японскими компаниями и научными кругами. Мы проводим совместную работу в робототехнике и исследовании стволовых клеток. В свою очередь, Йосуки Цурухо выразил признательность за то, что израильтяне делятся своим опытом и знаниями в этой сфере. Министерство иностранных дел Израиля создало твиттер-аккаунт времен шестидневной войны. Там публикуют твиты от имени известных исторических израильских деятелей, причем не только тех, кто принимал участие в событиях, а также вымышленных персонажей, которые рассказывают о своих чувствах, наблюдениях и действиях во время событий 5-10 июня 1967 года, когда Израиль освободил Восточный Иерусалим, Иудею и Самарию от иорданцев. В аккаунте уже есть твиты от имени тогдашнего министра обороны Маше Даяна и премьер-министра Леви Эшколя. В Москве в Музее военной формы одежды открылась уникальная мультимедийная выставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны». В основе экспозиции фотографии легендарной Ольги Ландер, единственной женщины-фотокорреспондента, которая постоянно находилась на фронте в годы Великой Отечественной войны. На фотографиях запечатлены битва на Курской дуге, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Всего на выставке представлено больше 60 снимков.